Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 6 ноября, день Арефы, назван в честь святого мученика Арефы. Ему было 95 лет, когда его город хитростью взял некий царь. Он пообещал взять жителей города обычную дань, однако он пришел, чтобы истребить христиан. Для начала этот царь сжег 429 служителей церкви, а остальных решил сделать рабами. Ареф мужественно сказал, что не надо верить было этому царю, а теперь остается стать его рабами, либо умереть за истинную веру. 4299 человек предпочли умереть. Сегодня отмечали начало ледостава. К этому времени устанавливалась довольно холодная погода. Утром крестьяне отправлялись в церковь, где молились иконе Божией Матери всех скорбящих радость. Народ верил, что икона помогает в избавлении не только от болезней, но и от тяжелой скорби. Облегчает переживания и помогает преодолеть плохие жизненные обстоятельства. Сегодня проводились гадания. Девушки верили, что это поможет им узнать своего суженого. И все потому, что все обряды и заговоры обладали сегодня удвоенной силой. Приметы. Если услышишь в этот день пение сверчка, это к покойнику в доме. Разбить нечаянно тарелку сегодня. В течение года кто-то из близких умрет. Нечаянно разбить зеркало – жди несчастье. День благоприятен для сделок с недвижимым имуществом. Если сегодня белая собака следует за человеком, жизнь его будет счастливой, богатой и беззаботной в течение всего следующего года. Вороны в стае собираются. Это к обильному снегопаду. Если сегодня туман поднимается вверх, будет хорошая погода днем. Спелые плоды хурмы способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта, печени, зрения, как я указывал. Тоже и половых желез, чем страдает большинство, большая часть населения россиян. Этот фрукт также способствует задержке роста возрастных новообразований. Он действует примерно так же, как тыква, календула, облепиха, абрикос. Хурма богата витаминами С и П. Поэтому она благотворно влияет на сосуды, снижает и хрупкость, и проницаемость. Особенно этот плод врачи рекомендуют больным, которые страдают варикозным расширением вен, а также кровоточивостью десен. Вяжущий привкус способствует тому, что нормализует и сосуды, стеночку, и к тому же он способствует тому, что делает её более такой плотной. Особенно при венозном расширении, когда она становится рыхлой и теряет свою форму. А вяжущий вкус её приводит в норму. Помните, я говорил, что хурму называли сердечным яблоком. И знаете почему? Потому что она помогает нашему сердцу. В ней содержится много калия. Она вполне может заменить такое сердечное лекарство, как волокардин. Если съедать по 2-3 плода хурмы ежедневно, то можно надолго забыть о болях в сердце. Кроме того, как установили учёные, в борьбе с атеросклерозом хурма опережает даже яблоки. Ввиду того, что здесь содержатся натрий, калий, магний, кальций, железо. И по пищевым волокнам, как я раньше указывал, она способствует тому, что является хорошим средством, которое нас предохраняет от запоров. Мягкая клетчатка прекрасно чистит пищеварительную систему и нормализует её перистальтику. Кстати, в хурме содержится магний. И он, знаете, что делает биологически активный магний? Он снижает вероятность образования камней в почках и помогает из организма выводить различные соли. Особенно натрий, чем разрушает работу почек. Поэтому, у кого слабенькие почки, хурму должны есть. И, кстати, почки у нас наиболее сильны зимой, поэтому хурму надо есть, особенно в зимнее время. А ещё, благодаря наличию железа в хурме, она способствует тому, что её можно использовать для лечения аномии. Причём успешно. Ввиду того, что здесь много каротина, если у вас преждевременное старение кожи, ешьте хурму, и все эти явления у вас исчезнут. Важно отметить, что у кого отёки, этот фрукт хурма обладает мочегонным действием и тонизирующими свойствами. Он успокаивает нервную систему, повышает работоспособность, обладает бактерицидным действием в отношении кишечной и сенной палочки. А также, что очень важно, золотистого стафилокока, который вызывает различные нагноения в организме. И там прыщи появляются на коже и прочее. Хурму будем есть, всё это уйдёт. К сожалению, из-за высокого содержания 25% в хурме сахару, её не рекомендуется использовать при ожирении и при сахарном диабете. Как я указывал с древних времён, хурма полезна для укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы и для лечения гипертонии. 2-3 хурмы в день избавят вас от этого страшного недуга. Глюкоза питает сердечную мышцу, а витамин С и витамин В укрепляет стенки сосудов. Благодаря высокому содержанию железа, хурму используют для лечения анемии. А наличие пектина используют для лечения расстройств пищеварения. Кстати, если у вас проблемы с щитовидной железой, то высокое содержание йода в хурме отлично пополняет дефицит йода в организме. И расстройство со щитовидной железой как не бывало. Десятые лунные сутки Так уж принято считать, что в эти лунные сутки устанавливается причинно-следственная, то есть кармическая связь между миром живущих людей и их предков в ином. В целом этот день весьма благоприятен для укрепления родовых традиций. Поэтому соберитесь с широким семейным кругом, за хорошо накрытым столом и в веселой беседе повспоминайте своих ушедших родственников. Ведь память о них самая лучшая, что вы можете для них сделать. Дети, внуки, видя такое отношение, будут более уважительно относиться к вам и поймут, что такое родовая традиция. Постарайтесь в этот день меньше работать и физически трудиться. 11 лунные сутки Они носят такое название, день Икадаши, первый день Икадаши. В лунном цикле бывают разные по энергетике сутки. Эти наиболее мощные из всех. В организме человека они активизируют первоначальную жизненную силу. Йоли ее называют кундалини. Эту энергию важно направлять на укрепление и обновление организма. Для того, чтобы ей ничего не мешало работать, рекомендуется полностью удержаться от принятия пищи. Если вы сегодня затеяли какое-то дело, то обязательно доведите его до конца. Физическая нагрузка должна быть обычной, а то и чуть меньше. Эмоционально будьте спокойны и не общайтесь с теми людьми, которые вас растражают. И еще одна важная рекомендация. Сегодня ничего не режьте ножом, даже хлеба. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо-Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok